Что такое вера, что такое знание, как это связано с работой над собой и так далее. Такая беседа. Веда объясняет, что существует материальное знание, существует духовное знание, два вида знания. И знание — это вообще сила, то есть знание даёт человеку возможность менять свою судьбу, очень активно, явно менять свою судьбу. И веды разделяют знание, означает то, во что человек верит, то, что даёт ему опыт жизни. То есть каждый человек живёт в своём каком-то ключе, у всех людей разный опыт жизни. Поэтому знание делится на четыре категории. Есть невежественное знание, есть страстное знание, благостное знание и духовное знание. Четыре вида знания. В соответствии с этим, если человек и... Есть даже сказки древние русские такие, ну и на других национальностях, что там одной дорогой пойдёшь, погибнешь, другой дорогой пойдёшь, коня потеряешь, третьей дорогой пойдёшь, счастье обретёшь. Да? Слышали такое? Вот эти дороги означают три пути. Невежественный путь приводит к гибели всегда. Страстный путь приводит к потерям. И благостный путь приводит к счастью. А духовный путь — это особый путь. Его даже в сказках не разбирают. Он приводит к духовному миру. Итак, сейчас мы с вами классификацию, более детальную классификацию всех видов знаний разберём. Это очень ценная информация. Попытайтесь глубоко разобраться в этом. Потому что знание — это то, во что человек верит. Это всегда работает. То есть знание — это то, что работает. Вопрос заключается в том, куда работает и в какую сторону уведёт. Вот в чём проблема. Итак, материальное знание. Первая категория этого знания — это знание, которое находится под преимущественным влиянием силы невежества. Ну, что это за знание? Это знание о том, как ценой насилия над людьми достигнуть власти над ними. Допустим, с помощью страха, с помощью воздействия силы на человека, с помощью гнёта его и так далее. Как сделать так, чтобы подчинить себе других людей? Это знание. Надо это изучать, чтобы, допустим, завоевать жизнь человека, чтобы подчинить его своей жизни. Для этого надо иметь знание. То есть это не просто так сделать. Знание о том, как воровать — это целое искусство большое. Вот у моего друга, он поехал в Индию, у него под курткой, в брюках, в штанах лежал бумажник. Там был билет, паспорт и всё прочее. И у него благополучно это всё вытащили, когда он стоял в метро. Он даже не заметил, как это произошло. И паспорт сдали в милицию, деньги взяли себе, билет выкинули. Ну, то есть это знание, искусство. Итак, это знание, несомненно, портит судьбу человека. И приводит его к страданию, несомненно, неизбежно. То есть почему люди идут этим путём? Потому что они хотят быстрого счастья, быстрых денег, быстрого способа достижения, допустим. Вот как ребёнка легче всего воспитывать, быстрее всего. Взять его просто, заставить что-то делать. Если он не делает, тогда в лоб ему дать. Это воспитание называется невежественным воспитанием. И результат будет тоже невежественным. Сначала ребёнок будет подчиняться, а потом он просто сам будет бить в лоб, когда вырастет. Поэтому палка о двух концах всегда приводит к страданию. Сначала ты чувствуешь силу, потом приходит страдание. Это закон. Дальше невежественным является знание, которое приводит человека к деградации. То есть это всё, что связано с надурманивающими средствами. То есть как выпивать, как употреблять наркотики, как насиловать людей, как их убивать. Ну то есть это уже следующая категория. Знание нанесения вреда человеку и всему живому. Тоже это знание. Отвержение разумного божественного устройства мира. Атеизм. Оказывается, веды причисляют атеизм к невежественному знанию, господа. Почему? Я вам сейчас объясню. Очень простая причина. Смотрите. Схема очень ведь правильная. Если так разобраться. Бога нет. Бога нет, души тоже нет. Жизнь есть. Из чего создана жизнь? А это комбинация химических элементов. Жизнь — это комбинация химических элементов. Это значит, что мы живём один раз. И после того, как мы умрём, жизни не будет. Так? Логично всё? Логично или нет? Всё логично, абсолютно. Дальше поехали. Что из этого текает из этой логики? Раз мы живём один раз. Зачем тогда нужна эта совесть? Зачем нужна самопожертвование? Зачем нужно что-то терпеть? Зачем нужно жить с тем человеком, который тебе не нравится? Зачем быть бедным, когда можно стать богатым? Всё равно один раз живём. Надо рисковать, надо жить просто так, чтобы было классно. Один раз живём, делай то, что тебе нравится. И не парься, не беспокойся ни о чём. Это результат атеизма. А какая ещё может быть логика? Если мы один раз живём, зачем нужны эти аскезы, зачем страдания, зачем мучить себя? Надо просто жить в своё удовольствие, и всё. Ведь так же это? Логика же простая, или есть какие-то варианты? Кто попытается какие-то варианты приводить? Из атеизма что-то ещё вытекает? Нет? Какие варианты? Никаких вариантов. Поэтому атеизм означает жизнь бесконтрольная. То есть что хочу, то и делаю. Контроля никакого нет, потому что результата тоже нет никакого. Результат является гибель. Хоть ты хорошо живи правильно, а ты помрёшь. Хоть живи неправильно, всё равно помрёшь. Так или иначе ты помрёшь, поэтому какой смысл жить и мучиться, когда можно жить хорошо и не мучиться? Делай, что хочешь, живи как хочешь, наслаждайся с кем хочешь, результат всё равно один и тот же. Всё, помираем. Справедливости в этом мире нет, совести нет, ничего нет, кроме моей сегодняшней жизни. Завтра жизни не будет. Все. Вам понравилась такая теория, нет? Что-то попахивает каким-то таким, чем-то не тем. И это означает невежество, полное невежество. Люди, которые так думают, они находятся в невежестве. Веды описывают, что когда человек, атеист, оставляет тело, и он смотрит потом в тонком теле на свое грубое тело со стороны, он находится в полном шоке. Потому что философия человека остается с ним после смерти. Она не остается с телом. Философия — это не игрушка, это вещь, которую мы берем с собой в следующую жизнь. Она, философия человека, не меняется после смерти. Это не то, что ты при жизни был зеленый и вонючий, потом раз, тело оставил, стал мягкий и пушистый. Нет, такого не будет. Каким ты был, таким ты и остался. Понятно? То есть разум не меняется. Поэтому веды говорят, что если ты копишь истинное, чистое знание, то это гораздо ценнее, чем накопление любых богатств. Потому что деньги, вещи, дом ты с собой в следующую жизнь не возьмешь. А знание, так как разум не умирает, оно переходит с тобой. То есть все, что ты понял, осознал в этой жизни, в следующей жизни ты этим пользуешься. Потому что знание не умирает. Оно находится в разуме. Разум имеет тонкую природу. Тонкая природа не умирает. Тонкое тело не умирает. Оно просто меняется в результате наших поступков и желаний. И вот эти изменения, они могут очень существенную роль сыграть в нашей судьбе. И так, отвержение разумного божественного устройства мира, атеизм является признаком невежества и всегда приводит к деградации человек. Как бы атеисты не устраивали этот мир счастливо, результат, они не знают, что такое совесть, не знают, что такое чистота, искренность, честность. В философии их не как-то можно заставить людей насильственно следовать этим принципам. Но те, кто изучают серьезно атеистическую философию, сами знают, что все это ерунда. Живи как хочешь и все. Управляй людьми. Навязывай им какие-то идеи. Дальше. Знания, которые находятся под влиянием силы страсти. Первый вид такого знания. Это знания о разного вида развлечениях. Как правильно наслаждаться сексом, едой, сном, комфортом. Как жить в комфорте. Как наслаждаться жизнью. Как правильно сексом заниматься. Какие есть варианты, позиции, предложения. Это как кушать получше, так, чтобы наслаждаться едой. То есть, как комфортнее устроиться в квартиру, сделать комфортнее так, чтобы можно было обалдеть все время в ней ходить. Это знание находится в страсти. Почему? Сейчас объясню. Потому что, чем больше человек привыкает к наслаждению, тем тяжелее ему становится, как ни странно, жить потом. Давайте представим такую картину. Возьмем простого деревенского мужика. У него есть кусок хлеба, есть молоко, есть петрушка, есть свекла, есть морковка. И когда он чувствует сильный голод, он берет петрушку, кусок хлеба, морковку, как-то там что-то поджаривает быстренько и кушает. Ну, то есть, можно сказать, что у него там изысканное какое-то питание там или нет? У него очень простое питание, так? Так. И он испытывает огромное счастье от этого простого питания, потому что, когда человек голодный, он ест свежий хлеб, пьет молоко. Ему очень вкусно. Кто из вас в древнюю ездит летом? Вкусно же деревенская пища? Вкусно, она простая и вкусная. Так ведь или нет? Так, вот, теперь второй вариант, смотрите. Человек питается очень изысканно. Он там что-то выдумывает, выдумывает, что-то у него там какие-то, сейчас какое-то питание такое придумали. Все, пищу очень сильно как бы размельчают, атомарное что ли питание какое-то. Я не помню, в Москве, чтобы, а? Какое? Ну, неважно, я не расслышал. Там идея такая, то есть пищу сначала превращают в молекулы, ну, в какие-то там белковые соединения, а потом, ну, вот, в общем, как блюдо делают. Берут яблоко, превращают его сначала в эти вот, атомарную какую-то массу. И потом как бы из него формируют уже яблоко, но когда человек кусает, там нет структуры, все растворяется во рту. То есть вкус яблока, то же самое, все яблоко один к одному. Но нет вот этой упругости, а есть просто легкость, и все, раз и ушло яблоко. Ну, настолько вкусно, люди, которые пробовали, говорят, просто все во рту тает, вообще замечательно. И совершенно неожиданные вкусы появляются от этого и все прочее. За 500 баксов можно в некоторых ресторанах в Москве покушать такую кухню. Может быть и дороже. И запись на несколько месяцев вперед. Когда человек такую кухню начинает есть, ему обычное яблоко уже трудно кушать, уже не то. Понимаете, дело все заключается в том, что если привыкает человек к каким-то высоким стандартам жизни, то ему жить обычной жизнью просто невозможно. Если человек привык спать в сверхкомфортабельной постели, ему просто на полу заснуть невозможно. Он не сможет спать на полу или не сможет спать в обычной постели. Он просто не заснет. И если обычный человек, допустим, испытывает счастье в обычной постели, то другой человек испытывает счастье только в особых условиях. Особые условия означают специальные условия, которые надо себе создавать. Понимаете, не всегда в жизни ты можешь эти условия иметь. Это значит, спектр твоего счастья сужается до этих условий. Понимаете, о чем я говорю? Чем больше человек ищет для себя изысканной жизни, тем меньше у него возможностей быть счастливым, потому что эти возможности, они редки, они более изысканную природу имеют. И человек начинает мучить самого себя. Я знаю одного парня, который может летать только на своих самолетах. Там в Москве, чтобы такой полет организовать на частном самолете, для этого надо отдать просто за то, чтобы этот самолет стоял, по-моему, несколько десятков тысяч долларов за стоянку только надо отдать. А сам полет там вообще какие-то бешеные деньги совершенно стоят. Там 50 тысяч евро, что-то такое, понимаете? Просто один перелет. И человек, и надо там схему маршрута, там целая команда работает на то, чтобы он пролетел в этом самолете. И он кучу денег на это на все тратит. Представляете? Смысла никакого. С точки зрения здравого смысла никакого смысла нет. Сел в самолет и полетел. Какие проблемы? Ну, будешь сидеть, посидишь два часа рядом с кем-то, пожелаешь ему счастья. Какие проблемы? Никаких проблем с точки зрения обычного человека здравого смысла нет. С точки зрения этих людей летать с кем-то, я не скажу даже слова. Это слово называется так определенно. Понимаете? Поэтому люди просто с ума сходят, и все. И это называется высокий стандарт жизни. Это не высокий стандарт жизни. Это действие гуны страсти. То есть вот это силы, которая полностью меняет людям мозги. Полностью меняет. То есть они становятся сумасшедшими. Некоторые молодые люди, они не могут ходить в обычной одежде. Им надо джинсы такие, чтобы вся задница была видна. Потому что так модно. И его спрашивают, зачем ты одел такие джинсы, ведь задница вся видна. И он говорит, как, ну все так носят, это модно. Я не могу в этих высоких ходить. Если я в школу приду как бы в высоких джинсах, мне подумают, что я дурачок. Что я ненормальный. Зачем ты так из деревни приехал, что ли? Ты в таких высоких джинсах ходишь. Я разок на Маластхове плюс сидел. Сидят очень уважаемые люди. Пригласили людей в комиссию как бы оценивать, что происходит. И там ассистенты бегают, молодые ребята. Один нагнулся перед нами в этих джинсах. И у него вся задница вылезла полностью. Там телевидение, камеры стоят. Он нагнулся, заняться, вылезла. Все смотрят на него. На его задницу. Еще там что-то видно было. Вот. Сзади. Спрашивается, где культура вообще? Что это значит? Почему так? Он нормально штаны потянул, дальше пошел. Почему? Потому что это страсть. То есть у человека меняются ценности. Он не понимает, что такое культура. Правильное. Он не может воспринимать нормальную ситуацию, нормальную жизнь. Я разок покупал все ботинки года три назад в магазине в Москве. И там стояли одни лыжи. Была мода. То есть очень длинные носки. Очень длинные. Не просто длинные, а очень. Ну, лыжи. То есть я думал, где же ботинки? Одни лыжи стоят. Я ходил, ходил. Так ботинки себе не купил. Потом на следующую попытку попытался эти лыжи купить, купил. Начал ходить в них. Страшное дело. Носки вот так вот загибаются сразу. Вот такие вот ботинки вот так вот с носками ходишь. Неудобно очень. Я походил, походил, бросил. Думаю, как можно ходить. Смотрю, все в лыжах ходят. Обратил внимание. Все в этих лыжах ходят и мучаются. Идет у него, нога не сгибается, не выпрямляется. То есть страшное дело. Почему? Потому что так действует страсть. Человек не может жить простой жизнью. Ему надо быть вот как все. То есть все тупеют, значит, я тоже тупею. Ну, деваться некуда. То есть я взял, просто нашел в этом магазине, который, ну, не модный. Ну, то есть, где вот ставят немодную эту уже распродажу. И купил нормальные ботинки себе. Начал ходить. Ну, слава богу, что есть такой магазин. И, кстати, выглядит отлично все. Классно, приятненько смотреть. И ходить хорошо. Это называется благость. Человек не зависит от того, что диктует. Мода, вот эта вот среда. Да, понимаете, язык старастных людей, он очень напичкан различными терминами. Да, человек начинает делать из себя кортич ученого, начинает какой-то доклад делать. Его слушать невозможно, потому что он настолько технический, этот доклад. Настолько научный, что невозможно ничего понять. Здравому смыслу это не поддается. Я как-то изучал психологические книжки. И некоторые книжки читать просто невозможно. Предложение по три строчки идет. По четыре. Одно предложение. Полная шизофрения. Вот так чисто раскладываешь смысл содержания. Человек сам забывает, о чем он говорит в конце предложения. Это влияние страсти. Это не то, что он слишком умный. Нет, это просто страсть так действует. И все. Страсть означает сила, которая завораживает человека. Его цель – это показать себя. То есть он теряет себя внутренне, он пытается показать себя внешне. То есть он стремится к каким-то слишком высоким стандартам, к каким-то вещам, которые в жизни совсем не нужны. То есть они не являются практичными в жизни. Это просто заморочки. Но человек живет таким образом, потому что он считает, что так хорошо жить. Например, некоторые покупают машины, которые стоят по 100 тысяч долларов. Зачем тебе нужна такая машина? Купи лучше кому-нибудь домик. Красивый домик какой-нибудь. За 100 тысяч долларов вполне можно купить в Латвии. Нормальный, хороший домик. Пускай человек там живет. Сделай доброе дело. Зачем тебе нужна эта машина? А что? Ты покупаешь эту машину, и что дальше? Ну, проехал ты в ней в комфорте, допустим. В кайфе проехал несколько раз. Дальше что происходит? Тебе надо ей покупать гараж, чтобы ее не украли. Потом тебе надо аккуратно ездить, потому что, не дай бог, кто-нибудь тебя заденет, эту машину. Ее потом не отремонтируешь. Потому что ремонт тоже бешеные деньги стоит и так далее. И все как бы завязывается на вот эти бешеные деньги. Понимаете? То есть в чем заключается счастье? Жить, постоянно напрягаться. Думать о том, чтобы тебя не задели, чтобы ее не угнали. Кто-то тебе позавидовал этой машине, начались проблемы и так далее. Столько проблем. Зачем? Потому что человек неправильно воспринимает счастье. Он немножко крэйзи в этом плане. В этом заключается проблема. Но, однако же, ну и вот это вот влияние страсти, знание о том, как извращаться в жизни. Понимаете? Слишком острая еда, слишком соленая, слишком кислая. Есть разные кухни. Это все признак того, что человека немножко заворачивают мозги. Именно кухни, в которой пища какая должна быть? Она должна быть приятная на вкус, она должна быть сытная, полезная, простая. Не должно быть никаких сильно больших заморочек. Если замороченная пища очень сильна, это значит, что там страсть присутствует. И чрезмерные вкусы. Слишком острая, слишком кислая. Она может приятно на вкус быть, но она очень вредна для здоровья. Поэтому страсть всегда портит жизнь человека. Она, может быть, не приводит к деградации, но, по крайней мере, приводит к болезням, приводит к напряжению, напряженной жизни. Для того, чтобы такую машину купить, надо упахиваться или обманывать, или эксплуатировать кого-то. Ну, то есть завязывает человека в какие-то ситуации, очень сложные в жизни. И, допустим, вот сейчас, допустим, в Москве, чтобы быть крупным бизнесменом, ты должен, по крайней мере, участвовать в корпоративных вечерах. Что такое корпоративный вечер? Сейчас объясню вам. Человек идет в баню со своими компаньонами. В этой бане находятся проститутки, выпивка. И там они занимаются тотально сексом друг с другом, там перемешку, как-то не поймешь. И это называется корпоративные вечера. И без этого человек не может быть менеджером топовым каким-то, понимаете, без таких. Но я не говорю, что везде, во всей компании. Но во многих. Один человек серьезный, который как бы постоянно имеет отношение с правительством, говорит, что он не может ни одного документа подписать, если он не идет в баню и не сжирается там до чертиков в этой бане, спирта. Это страсть. То есть человек должен свое благочестие, свою чистоту жертвовать ради того, чтобы там это положение в обществе занимать. Да зачем это нужно тогда? Зачем? В чем смысл жизни тогда заключается? В том, чтобы страдать от этого всего. Рушилась, чтобы твоя семья. У этого человека очень благочестивая жена. И она постоянно страдает от того, что это происходит с ним. И она ничего не может сделать. И он ничего не может сделать. Понимаете, нормальные люди. Но так как он пошел вот этим путем, он ничего не может сделать. Ему приходится принимать такую жизнь. Одна женщина в Москве мне тоже самое жаловалась об этом, обо всем. Просто терпит и все. Итак, знание достижений богатства находится в страсти. Одни люди достигают богатства просто потому, что они делают добрые дела. И Бог дает им много средств для того, чтобы они делали эти добрые дела. Другие люди пытаются притянуть к себе деньги. Когда человек притягивает к себе деньги, это можно сделать только насильственным способом. Нет другого способа притянуть к себе деньги, кроме как вытащить их от других. А это означает насилие. Другой вариант делать бескорыстные дела, какие-то пользу людям приносить. Деньги сами к тебе притянутся. Но это не знание о том, как достичь богатства. Это знание о том, как творить добрые дела. Понимаете, это совсем другое знание. А знание, как достичь богатства, означает думать не о людях, а думать о деньгах и тянуть их на себя. Если человек тянет деньги, что получается? Он значит, кого-то лишает денег. Это насилие. И знание о достижении высокого положения общества — это тоже знание страсти. Потому что если ты склонен к власти, это благость. Это просто твое предназначение. Это нормально. Помогай людям, заботь себя о подчиненных, наказывай их того, кто виноват. Веди себя честно, слушайся старших, выполняй свой долг, люби свою страну и так далее. Есть заповеди тому, кто хочет правильно управлять. Нет проблем, люди сами тебя вверх выведут. Тебе не надо туда стремиться даже. Ты сам попадешь туда, потому что ты такой нужен людям. И это благость, это не страсть. Однако же, если человек лезет туда, подминает всех под себя, занимается политикой, одного вытаскивает другого, одному подлизывает другого, выдвигает... Ну то есть он постоянно пытается силой туда залезть. Это уже страсть. И когда силой туда залазит человек наверх, он может пользу принести людям или нет? Для того, чтобы пользу приносить, для этого нужно что делать? Квалификацию обретать. На каждом положении ты должен научиться быть таким. А это означает качество характера, это не означает техника какая-то. Для того, чтобы правильно относиться к подчиненным, надо научиться их терпеть, надо научиться о них заботиться, надо научиться их любить. Без любви невозможно сделать наказание. Если ты наказываешь без любви, это называется жестокость. А с любовью наказывать, это очень сложно, надо быть очень сильным человеком. И в этой силе заключается власть. Почему одни люди могут много власти иметь, другие мало? Это зависит от силы человека, от его благородства, от чистоты, от силы внутренней. И эту силу надо в себе воспитывать. И если человек, не воспитывая силу, лезет наверх, он не может управлять обществом. Он может только ему вредить, потому что он слабый человек. Он гребет на себя, эксплуатирует людей и не заботится. Он ведет себя грубо с ними. Понимаете, эта страсть приводит к страданию всегда. Потому что когда человек действует таким образом, сколько кармы он хватает. Если, допустим, ты издеваешься над своей женой, это один вариант. А если ты издеваешься над целой страной, это совсем другой вариант. Веды говорят, сколько ты людям страдания причиняешь, такой будет ответ. Если ты издеваешься над женой, будешь страдать один раз. А если ты издеваешься над несколькими миллионами человек, сколько раз ты будешь страдать? Несколько миллионов в раз. Эта арифметика очень простая. Поэтому страсти, эта сила страсти всегда ведет к страданию человека. И знание о достижении славы – это тоже страсть. Мы верим твердо в героях спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Понимаете, люди с ума сходят. Люди с ума сходят. У меня как-то на консультацию пришла одна девушка, она в горнолыжном спорте продвигается. Зарплаты маленькие. Вероятность покалечиться очень большая. Очень большая. Просто человек рискует жизнью. Ради чего? Чтобы получить эту дурацкую медаль. Зачем она нужна? Что без медали не можешь прожить? Ей нужна медаль. С ума сходят из-за этой медали. Представляете? То есть каждую секунду ты можешь убиться. Это же реально опасно очень. Спускаться с этих отвесных гор. Это же очень опасно для жизни. Не то, что для здоровья. Можешь покалечиться. Ладно, если ты помрешь сразу. Это еще куда не шло. А если ты калекой будешь жить? Ради чего? Просто для того, чтобы встать на пьедестал почета, тебе повесят, там дадут определенную сумму денег и все. Ну какой смысл? Разве в этом смысл жизни человека? Такая ценная вещь жизни. И ты тратишь ее на всякую дурь. Вот это вот все. Это значит сласть. Да, знание о достижении славы. Это страсть. Итак, знание, находящееся под влиянием благости. Знание о том, как помочь себе быть здоровым. Дело в том, что человек вообще должен учиться быть здоровым. Потому что в здоровом теле человек может развиваться как личность очень хорошо. Когда человек болеет, у него психическая энергия нарушается, движение психической энергии. И душевные силы тают от этого. То есть человек не так уже может работать над собой. Заметьте, когда гриппом заболел даже, уже режим дня не может соблюдать, как раньше. Те, кто работают над собой, знают, что болеть – это не самый лучший вариант жить. От этого теряются силы психические, физические. То есть плохо становится жить. Поэтому человек должен учиться быть здоровым. Надо учиться. Это знание находится в благости. Дальше. Это некорыстное знание. Потому что если ты хочешь быть здоровым с целью развивать себя как личность, это совсем другое. Потому что на самом деле невозможно быть здоровым просто для себя. Люди, которые просто для себя хотят быть здоровым, как они выздоравливают? Вот смотри, допустим, человек с корыстью пытается быть здоровым. Как он делает зарядку? Наклоны, допустим, надо делать. Сделал 50 наклонов. Стал здоровее. Значит, можно стать еще здоровее. Делает 100 наклонов. Стал еще здоровее. Значит, можно сделать 150. Делает 150, спина отвалилась. Почему? Потому что это уже не зарядка. Это издевательство над собой. Точно так же. Поголодал один день. Лучше стало. Надо два. Два поголодал. Еще лучше стало. Пять поголодал. Печень отвалилась. Почему? Потому что... Это страсть. Быть здоровым для себя означает страсть. Это не благость. Благость означает быть здоровым для того, чтобы развиваться как личность. Помогать родственникам. Некоторые женщины говорят, я не могу болеть, потому что у меня дети маленькие. Это благость. Человек не для себя живет. Он хочет здоровым быть для других. И Бог дает здоровье. И знания приходят человеку. Как жить, что делать. Тогда человек размеренно все делает. Он не выпендривается перед судьбой. Чуть-чуть позакалялся, нормально. Чуть зарядку сделал, нормально. И так далее. Человек имеет равновесие, потому что он находится в трезвом сознании. Трезвое сознание означает бескорыстный, чистый, правильный мотив, правильный настрой. Итак, дальше. Знание о профилактике организма, то есть что над чего избегать, надо, чтобы не болеть. Профилактика означает режим дня и так далее. И правилах чистого питания. Это благостное знание. Питаться правильно очень важно. Надо изучать это. Некоторые люди думают, какая разница, что я ем. Главное, чтобы я вел себя хорошо. Так проблема заключается в том, что если ты будешь неправильно питаться, то у тебя будет формироваться психика неправильно. Потому что психическая энергия, она пользуется пищей. Если человек ест всякую дрянь, значит он будет выдавать наружу тоже всякую дрянь. Если вы корову будете кормить целлофанными пакетами, она бензин будет выдавать. Понимаете? То есть что ешь, такой из этого соткана твоя жизнь. Поэтому надо есть благостные продукты, избегать невежественных и страстных. Страстные продукты какие? Чрезмерно жареные, чрезмерно острые, кислые, соленые, чрезмерно сладкие. Все это страсть. Невежественные продукты какие-то, которые опускают энергию вверх, опускают энергию вниз, увеличивают похоть в человеке, увеличивают невежество. Невежественными продуктами являются алкоголь, мясо, рыба, чай, кофе, лук, чеснок, хрен. Невежественные продукты. Лук, чеснок, хрен опускают энергию вниз. Мясо оскверняет человека. Мы об этом утром сегодня говорили. Связывает его с духами. Дальше спиртное вообще разрушает разум. Рыба тоже самое оскверняет. Это продукт убийства. Поэтому эти продукты не приносят счастья. Они приносят проблемы. Это грязные продукты считаются. Поэтому надо стараться более чистые продукты есть. И это приносит больше счастья. Человек удовлетворенным становится. У него радости больше в жизни. Чистое питание. Надо изучать эти правила. Дальше знание об этических нормах поведения. И правилах знания об этических нормах поведения. Что такое этические нормы поведения? Означает знание о том, как делать так, чтобы люди были счастливы вокруг себя. Что это за такая этика? Допустим, до женщины надо дотрагиваться мягко, нежно. Нельзя с ней грубо обращаться. Почему? Потому что у нее очень чувствительное тело. У нее энергия эгоизма в теле находится в коже, как бы находится в шесть раз больше, чем мужчины. Поэтому это природа так придумала. Поэтому женщина надо обращаться очень чутко, заботливо, нежно. То есть нельзя ее грубо трогать. Это этика. То же самое. У мужчины эгоизм находится в разуме. Поэтому разум означает идея, цель, решимость, выполнение. Мужчина очень упертый в своей деятельности. Он очень склонен действовать однонаправленно, никого не слушать. Этика поведения женщины не спорит с мужчиной напрямую по поводу его идеи. Мужчина говорит, я думаю, что вот так. Надо ему говорить, конечно, скорее всего это так. Может быть это не так, но скорее всего это так. То есть надо чуть-чуть согласиться хотя бы, чтобы не приносить, не причинять боль мужчине. Надо с ним чуть-чуть хотя бы согласиться. И это этика поведения с мужчиной. То есть во всем есть определенная этика. Если человек не понимает этого, то он будет страдать или причинять страдания других. Этические нормы поведения. Допустим, в автобусе стоишь, не надо слишком близко прижиматься к человеку. Почему? Потому что у него есть свое пространство определенное. То есть пространство, если ты прижимаешься ближе, то тогда ты психически влиять на чего начинаешь. Ему становится тяжело. Другое дело, когда автобус набит как селедка. Маринованное. То же другое дело. Но если есть место, лучше встать подальше. Не причинять беспокойство другому человеку. Если ты, допустим, находишься в обществе где-то среди людей, надо мысленно желать всем счастья. Это этическая норма поведения. Она приносит благо всем окружающим людям. Радость в атмосферу. Если есть, допустим, пожилой человек, надо его пропустить. Дать ему возможность пройти первым. Потому что пожилым людям тяжело жить, тяжело ходить, все тяжело делать. Для них это очень большая трудность что-то вообще сделать в жизни. И когда пропускаешь пожилых людей, ты создаешь в атмосфере порядок и покой. Этическая норма поведения создает счастье, приносит счастье. Это все аскеза, все это делать. Мужчина грубый по природе. Ему легче схватить там погрубее. Но ему надо аскезу, ему надо, чтобы дотронуться правильно, ему надо аскезу себя контролировать. Вот. Женщина по природе, она считает себя главной всегда. Она считает, что она лучше знает, чем мужчина. А ей надо делать вид, что она согласна. Понимаете, тоже аскеза. Поэтому, как бы, этическая норма поведения, это всегда аскеза. Благость что такое? Это всегда сначала яд, потом нектар. Благостное поведение всегда трудно сначала. Не есть мясо трудно, потом зато счастье. Вот. Вести себя правильно трудно. Сдерживаться, как бы не грубить, не говорить грубые слова. Трудно, но потом счастье. Сначала яд, потом нектар. В страсти, когда человек живет, сначала нектар, потом яд. В страсти человек влюбился. Вместо того, чтобы понять, как себя правильно вести, стоит ли с этим человеком жизнь устраивать или нет, человек сразу устраивает с ним жизнь свою. Это страсть. Сначала нектар. Наслаждается человек жизнью, потом яд. Вот. То же самое. Наелся на ночь. Сначала, пока ешь на ночь, нектар. Потом яд утром. Плохо стало. Вот. То есть всегда, когда страсть, сначала нектар, потом яд. Когда человек в невежестве находится, всегда только яд. Но так как он обманывает сам себя, невежественный человек, поэтому ему всегда кажется, что это нектар. Невежественный человек извращается там, допустим, сексом извращенным занимается. Это яд. В этом нет никакого счастья. Ему кажется, что это нектар. Он обожрался, как свинья спиртного, под столом рыгает, ползает, на следующий день обсуждает с другом, говорит, мы так классно рыгали с тобой под столом, ползали. Это яд же, это бред, но ему кажется, это нектар, ему он радуется этому обсуждению, думает, как классно, мы время припомнишь, как мы с тобой в обнимку рыгали друг на друга. То есть это, ему это нектар, потому что он обманут, у него неправильное представление о жизни, в этом проблема. Далее, дальше, благостное знание. Знание о выполнении своего семейного и общественного долга. Не знание, как наслаждаться близким человеком, а знание, как выполнять перед ним обязанности, является благостным знанием. Благостное знание означает то, которое приводит к счастью в этом мире. То есть человек, который знает, что надо делать перед своим близким человеком и забывает о том, что ему нужно, достигает счастья в личных отношениях. Мы сегодня утром об этом говорили в записке, когда зачитывали, было видно, как человек настроен и какой он несчастный в личной жизни. И наоборот, если человек правильно настроен, никогда такую записку не напишет, он будет счастливым, у него будет все нормально. Дальше, знание о выполнении своего общественного долга. Оказывается, есть еще общественный долг. Сажать деревья во дворе — это общественный долг. Здороваться со всеми на площадке — это общественный долг. Кормить нищих на улице — это общественный долг. Это не то, что тебя кто-то должен заставлять. Это твой долг, который приносит тебе счастье. Один раз достаточно нищего покормить, весь день хорошее настроение. Бог дает из сердца радость человеку, счастье, который выполняет общественный долг. В этом заключается правильное отношение к жизни. Это приносит счастье. Дальше, знание о тонком строении человека. Это благостное знание. Оно приносит счастье. Когда у меня на семинаре, допустим, по семейным отношениям, я на первой лекции долго объясняю разницу в тонком строении женщины и мужчины. Когда люди понимают эту разницу, они видят, что женщина воспринимает счастье совсем иначе, не как мужчина. То, что женщина счастье, мужчине всегда страдание. Но когда человек не имеет этого знания, допустим, женщина говорит, «Ну что, неужели ты не чувствуешь счастье от того, что ты со мной разговариваешь мягко и нежно? Это же так приятно и хорошо так разговаривать. Неужели ты этого не понимаешь?» То есть женщина доказывает мужчине. И она не понимает, что на самом деле для него мягко и нежно разговаривать – это большая аскеза. Никакого счастья для мужчины это не вызывает. или мужчина говорит женщине, допустим, «Ну неужели тебе трудно просто сделать вот так?» И согласиться, и улыбнуться мне, согласиться, вот так всегда мне делать. Неужели тебе трудно? Он не знает о том, что и действительно это трудно. Или, допустим, мужчина женщине говорит, «Слушай меня внимательно!» Когда мужчина грубо говорит женщине, она никогда не может слушать внимательно, потому что она от этих грубых слов тупеет, и как бы она съеживается, и ей трудно вообще слушать это все, не то что внимательно. Это означает отсутствие знания о том, как себя вести с близким человеком. Незнание тонкого строения дает страдание человеку. Почему? Потому что он приносит страдания другим и сам страдает от этого. Поэтому надо опять женщины, многие ставят своей целью достигнуть успеха на работе. А их тонкая природа такова, что они должны успеха достигать в семье сначала. И когда они в семейной жизни, в личной жизни становятся успешными, то их психика становится как полноводная река. У них очень много энергии, они могут ее и на работу пустить, и на хобби какие-то, и на работу над собой. Столько много сил. Когда женщина занимается семьей, когда у нее семья на втором месте, у нее силы чахнут, она становится слабее. И поэтому она сильно страдает от работы, устает, она там ей все надоедает. И она меняет работу постоянно, испытывает огромные страдания, потому что не знает своей природы, как устроено тонкое тело. Мужчина то же самое. Если он хочет, за тетками постоянно бегает, ему работать некогда, он истощает себя, у него теряются силы. Он становится как тряпка. И он становится больным и несчастным точно так же. А если он в работу идет, работает над собой, трудится, достигает чего-то, он становится сильным, жизнерадостным. И счастье может приносить и близким людям и так далее. То есть в этом заключается знание тонкого тела. Знание самосовершенствований. То, о чем мы сейчас говорим, это наш семинар. Знание самосовершенствования означает, как правильно воздействовать на себя, как управлять своим поведением, какие ценности главные в этом связи у человека есть. Что такое вера, что такое решимость, что такое самоконтроль, что такое режим дня, что такое молитва и так далее. То есть знание, которое ведет человеку дорогой счастья, устраняет все препятствия ненужные из жизни. Вот о чем это знание. Знание развития разума. Меняющая судьбу. Разум управляет судьбой. Куда разум направлен, туда идет наша судьба. И это сравнивается с тем, как паук ползет по паутине. Когда паук движется по паутине, то он движется в ту точку, куда движется паутина. Точно так же человек по своей вере идет по жизни. Во что он верит, туда он и движется. Каждый человек во что-то верит. Кто-то верит в женщин, постоянно женщину себе ищет. Кто-то верит в дом и пытается заработать на дом. Кто-то верит в детей и пытается жить для детей. Кто-то верит в Бога и пытается жить для Бога. Понимаете, это разные способы жить. Результаты тоже разные. У кого-то один результат несчастья. Там человек для женщины живет, теряет себя. Для детей живет сначала счастье, потом страдание. Для Бога живет сначала страдание, потом счастье. Понимаете? Ну то есть страдание, опять же, жить для Бога даже не страдание. То есть это может быть и внешне кажется страданием, но на самом деле счастье всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok